МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы депутатов всех уровней до первого единого дня голосования остается немногим больше месяца. О законотворчестве и работе с избирателями узнаем из первых уст. Была какая-то, например, для меня, может быть, боязнь того, что это больше будет какая-то сухая работа, что будет работа с бумагами, с законами и так дальше. Но, как оказалось, это настолько творческая, настолько интересная работа. Надо менять законодательную базу для того, чтобы быстрее и лучше развивать производство. Вот это требование времени и необходимость идти в ногу со временем просто не дает расслабиться. Когда удается решить эти вопросы, то это где-то действительно чувствуешь удовлетворение от своей работы и понимаешь, что не зря ты сегодня проедаешь этот хлеб. Здравствуйте! В эфире еженедельное информационно-аналитическое ток-шоу «Витебское время». Поговорим об интересном и актуальном. Сегодня в студии Сергей Скол и Мария Дикан. Прямо сейчас короткий новостной дайджест. Расскажем о самых важных событиях из жизни нашей страны и региона в рубрике «Время новостей». Страна уже вернулась к рабочему ритму. Но новогоднее обращение президента Беларуси Александра Лукашенко на протяжении недели находится в трендах Ютуба и собрало сотни тысяч просмотров. Мудрые слова и искренние пожелания нашли отклик не только среди соотечественников, но и многих зарубежных зрителей. Свои теплые комментарии под новогодним обращением оставили не только жители братских народов, но и США, Канады, Испании, Польши, Австралии, Люксембурга и Германии. К слову, провожая год мира и созидания, лидер страны пожелал, чтобы уже наступивший 2024 год был мирным для нас и наших соседей. Призвал белорусов дальше идти по своему суверенному пути, приумножая все лучшее, чего достигли предыдущие поколения. Следовать своим традициям, помнить историю и делать все на благо своей родины. В Витебске поздравили маму, родившую мальчика, в первую минуту нового 2024 года. Женщине вручили подарки от президента Беларуси. Малыш появился на свет в Витебском областном клиническом родильном доме. Новорожденного назвали Теодором. Всего в новогоднюю ночь в Витебской области родились четверо детей, две девочки и два мальчика. Поздравить молодую маму, сын которой стал первым рожденным в новом году, приехали председатель Витебского обл. исполкома Александр Суботин, его заместитель Вячеслав Дурнов и начальник главного управления здравоохранения обл. исполкома Михаил Вишневецкий. Вдвойне приятно, что у нас в стране в первую минуту родилось трое деток в стране, и вот один из них, богатырь, как сказали, это на территории города Витебска. Наш президент имеет добрую традицию поздравлять первенцев года, а раз их трое, то всех одновременно не получается поздравить. И вот есть прямое поручение поздравить и окружить теплотой нового дракончика, который родился в самом-самом начале 24-го года. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Левковича помощником президента Беларуси инспектором по Витебской области, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Минского обл. исполкома. Принимая кадровое решение, глава государства сделал акцент на эффективной работе агропромышленного комплекса Витебской области. В числе основных задач в новой должности помощника президента Беларуси также и работа с кадрами, причем не только на уровне руководства региона, но и кадрового потенциала сельхозорганизаций. Вы знаете Витебскую область. Область непростая, если не сказать больше. Вы аграрии. Вы хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии. То, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Вы знаете, что мы создавали там интеграционные структуры, компании и так далее. Их несколько там. Я не говорю об итогах работы и прочего. Всего хватает. Но почему я на этот вариант согласился? Он, в принципе, беспроигрышный. Он ведь ничего не портит. Если это не удастся нам реализовать, ну, очень просто интеграционные структуры разбежаться. Так же? Они же ничего не теряют. Да. Поэтому надо попробовать реализовать этот проект до конца. Это ваша задача наиважнейшая. Но реализовывают люди. Вы инспектор по кадрам. Поэтому работайте вместе с губернатором. Но не забывайте, что вы не подручный губернатор. Вы уши и глаза президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации. Глава государства также согласовал назначение в местные органы власти. На должность председателя Витебского райисполкома согласован Сергей Егоров. Одно из наиболее значимых событий дней грядущих – выборы депутатов всех уровней. До первого единого дня голосования остается немногим больше месяца. 25 февраля будет избран и новый состав Палаты представителей Национального собрания. А для действующих депутатов парламента самое время подводить итоги. О результатах деятельности депутатского корпуса за весь срок полномочий поговорим сегодня. О законотворчестве и работе с избирателями узнаем из первых уст. Сегодня у нас в гостях депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Ирина Михайловна Полякова – член постоянной комиссии по аграрной политике, депутат от Городокского избирательного округа. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Здравствуйте. И Виктор Павлович Николайкин – председатель постоянной комиссии по жилищной политике и строительству, депутат от Витебского горьковского избирательного округа номер 17. Приветствуем вас. Здравствуйте. Уважаемые гости, для начала я предлагаю нам вернуться на несколько лет в прошлое. Расскажите, как и почему вами было принято решение стать депутатами парламента? Да, действительно, 4 года назад я впервые участвовал в выборах депутатов Палаты представителей. На то время я работал председателем Витебского городского исполнительного комитета. Где-то в своей повседневной работе постоянно приходилось взаимодействовать с законодательством. Я где-то видел, что какие-то вопросы требуют шлифовки в части законодательства. И мне хотелось, наверное, с учетом своего опыта работы на такой конкретной работе, внести какие-то изменения. Это, наверное, первое, что было. Второе, наверное, действительно, вот тот опыт, который имел практические работы. Он требовал, наверное, того, чтобы я пошел и стал депутатом, и мог этот опыт использовать. Ну и третьих, наверное, я не скрываю, что работая более 10 лет председателем горосполкома, я где-то почувствовал и решил, что, наверное, надо где-то давать уже дорогу молодым. Где-то, может быть, притупляется какое-то видение каких-то вопросов в той или иной сфере. Где-то, может быть, привыкаешь к каким-то недостаткам, и этого не должно быть на этой работе. Это, наверное, тоже где-то влияло, что я решил, что надо сменить сферу своей деятельности. Но в то же время, так сказать, использовать то, что я уже накопил за эти годы. А какой представлялась вообще работа изначально? Быть депутатом – это как ожидание, реальность? Для меня быть депутатом до опыта работы в палате представителя – это было абсолютно не новинка. Потому что я, скажем, наверное, в меру своей трудовой деятельности, я была не единожды депутатом, не один депутатом сельского совета депутатов, Витебского районного совета депутатов. И вся моя работа, она была, в принципе, связана с работой с людьми. И я была и старейшиной деревни Подберезьев, в которой я проживала. Поэтому забота о людях, желание помочь людям – это было всегда. И я прекрасно понимала, никаких не строила себе розовых иллюзий, да. Я прекрасно понимала эту реальную жизнь. И когда, скажем так, волею судьбы представилась возможность попробовать себя в новом статусе и попробовать помочь людям на более высоком уровне, конечно, это сегодня привело к тому, что я являюсь депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Какой работой себе представлялась? Конечно, работа в качестве депутата в Палате представителей, она очень значительно отличается от работы депутатов Сельского совета депутатов, Районного совета депутатов. Во-первых, это уровень общения. Во-вторых, это у меня в границах округа четыре района. Городокский, Шумилинский, Витебский и часть железнодорожного района города Витебска. Это, скажем, более широкий спектр проблем, с которыми приходилось общаться раньше. Ну и, конечно, это наши все депутаты и работа именно в парламенте. Работа над законопроектами. Ну, это очень интересно, очень познавательно. Ну, а главное, что это полезно для людей. Что это, в первую очередь, направлено на наших избирателей, на наших людей. А если вот сравнить самое начало вашей такой депутатской деятельности именно уже в качестве депутата парламента и сейчас уже, по прошествии лет. Как вот смотрите на эту работу? Как изменились ощущения, взгляды? Вообще, ну, не пожалели ли? Ни в коем случае не пожалела. Потому что, ну да, действительно, ну, если сказать, я в ноябре 2019 года и в январе 2024 года, ну, это, наверное, во многом, ну, разные люди. Ну, не разные, но другая. Потому что это опыт, опыт великолепный. Это знание, это знакомство и с профильными министерствами, и с руководителями разного уровня. И вот эта возможность искать пути решения проблем того или иного уровня, ну, и работа в комиссии, в нашей комиссии по аграрной политике, заседания рабочих групп. То есть, как проводится вот эта работа именно над законопроектами, но нигде, как в парламенте, этого не узнаешь. Я только, может, добавлю, Ирина Михайловна, абсолютно согласен, что вот даже тот опыт, который у нас с ней был, я, может быть, даже не представлял, что еще вот есть такой пласт, который можно вот в себя вобрать. И опыт, и общение с людьми, и определенные какие-то навыки приобретаешь. Вот это действительно очень много дает вот работа в парламенте. Знали, куда и зачем идем. Но вместе с тем где-то была какая-то, вот, например, для меня, может быть, боязнь того, что это больше будет какая-то сухая работа, что будет вот работа с бумагами, с законами и так дальше. Но, как оказалось, это настолько творческая, настолько интересная работа. И постоянно не с бумагами, а работа с людьми идет. Постоянное общение, постоянные выезды комиссий, постоянное изучение. И вот одно из наших целей, задач, практически парламент весь настроен на то, чтобы наши законы, они соответствовали жизни. Чтобы вот именно практика применения этих законов, она отвечала вот именно тем, востребованности от жизни шли. И вот это что дает? Это дает только общение с людьми. Поэтому, ну вот, как говорится, вот эта боязнь, она ушла буквально первый год. Вот. Хотя, опять же, да, мы где-то первый год учились. И год-полтора приходилось вот именно вот это вот постигать азы законотворчества. Но все это уже позади. Но те цели, скажем так, которые вас привели в парламент, вот сейчас по итогу, можете сказать, они достигнуты, они оправдались? Ну, и да, и нет. Многое удалось сделать, но, наверное, не все еще далеко сделано. И многие вопросы, которые вот на сегодняшний день так думаешь и смотришь, что еще надо поработать, вот части и жилищно-коммунального хозяйства. Не все у нас так хорошо. Начиная от службы 115, там, да, работать с людьми и прочее. А это сегодня жизнь. Это сегодня, так сказать, на передовой. Мы постоянно сталкиваемся. И зимой, и летом с этим. Поэтому здесь много вопросов есть. Есть вопросы, которые наша комиссия курирует, вопросы торговли. Опять же, вот в конце прошлого года глава государства и совещание проводили специально об этом. Неоднократно обращались к регулированию цен. Вот. И работа в этом направлении, она еще до конца не сделана. Тоже мы здесь работаем вместе с нашими коллегами. Ну, и так далее, и так далее. Ведь в парламенте мы, как бы, да, каждый направлен комиссионно работаем. Например, наша комиссия работает в части жилищной политики, строительства, торговли, рекламы и так далее. Другие работают другим направлением. Ирина Михайловна больше по аграрной части занимается. Но все равно все законопроекты, которые проходят через парламент, они касаются и принимают в части все депутаты. И вот за седьмой созыв мы вот посчитали в конце прошлого года, что мы за эти годы более 320 законопроектов приняли. Это дополнение в основном, те законы, которые уже действуют в нашей стране. Но вместе с тем и были новые законы, такой, как, например, закон о Всебелорусском народном собрании, закон о гражданском обществе. Наша комиссия впервые в истории нашей современной Белоруссии, мы приняли закон об архитектурной, градостроительной, строительной деятельности. Это тоже впервые в истории. То есть, ну, поработали и чувствуется, что время, хотя оно пробежало быстро, но оно прошло не зря. А как вообще на вашу деятельность повлияло референдум по изменению? Вы знаете, здесь вот я хотела тоже сказать на эту тему. Очень, наверное, гордо и ответственно чувствовать свою причастность к тому большому, огромному пласту работы, когда мы проводили встречи, диалоговые площадки перед референдумом, когда мы шли в коллективы, шли в коллективы, и мы обсуждали основные изменения, которые были потом поддержаны всеми белорусами в рамках проведения референдума. Это очень повлияло, потому что, ну, когда чувствуешь свою причастность, свою полезность, это очень важно. Очень важно, и вот я, допустим, лично я в рамках подготовки, в рамках проведения всех наших встреч принимала участие в более 70 диалоговых площадок, встреч именно по обсуждению Конституции, и потом было отрадно, когда мы это все у себя в комиссии потом систематизировали, направляли в комиссию, в другую комиссию, которая была профильная по своду всех этих замечаний и предложений. Ну, это очень повлияло, это было действительно ответственно, ответственно и значимо, и мы в то время не думали ни об отдыхе, ни о каких там праздниках или выходных, мы понимали, насколько важно, ведь этот референдум, он нам показал, что это была возможность действительно всему миру доказать, что мы сами будем решать, по каким традициям нам жить, в какой семье, с какой исторической памятью, ну и когда в этом принимал непосредственно участие, это очень важно. И глава государства, ведь об изменении в Конституции, об внесении изменений, уже говорил еще о 2016-2017 годах, и вот уже прошло, когда пришел наш СОЗО на работу, прошло уже 2-3 года, то есть работа эта шла, и как-то в начале, может быть, и не было уверенности, что все-таки в наше время нам удастся найти то зерно, те изменения, которые действительно, как глава государства, не просто там что-то отшлифовать, а чтобы действительно это было существенное изменение, которое отражает жизнь сегодня нашей страны. Вот это получилось, это прекрасно. И действительно, Ирина Михайловна, правильно сказала, у нас открылось какое-то второе дыхание, и мы буквально вот за 22-23, за прошедшие годы, мы вот во исполнение уже принятой на референдуме Конституции, изменения, которые внесены в нашу Конституцию, мы приняли 83 законопроекта, изменения внесли в действующие законы, и два приняли закона новых, то есть это очень большая, громадная, кропотливая работа, но это действительно на таком одном дыхании она прошла. Но она и будет продолжаться, ведь... Безусловно, безусловно, жизнь продолжается, и еще впереди, ведь постоянно идут какие-то изменения. Только что закончили работу над законом о внесении изменений в закон о рекламе. Вот опять же, мы говорили о том, что жизнь продолжается и постоянно совершенствуете. Ведь закон о рекламе мы принимали уже этим, седьмым созывом, где-то, наверное, года два назад. Но вот прошло два года, и жизнь потребовала внесения еще новых изменений. Аналогично, точно так же мы буквально в конце 23-го года принимали закон о внесении изменений в жилищный кодекс по вопросу работы нашего жилищно-коммунального хозяйства, по вопросу работы наших товарищей-собственников. Жизнь продолжается. Поэтому и хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть, так сказать, такой график, если можно сказать, не план, а график такой, да, внесения законопроектов в парламент. Вот там тоже определенная очередь уже есть. А расскажите вот про это. Что в планах? Какие на перспективу законопроекты нас ожидают? Ну, безусловно, уже, так сказать, принимать будет новый состав парламента после единого дня голосования. Но мы еще вот в течение января и февраля мы поработаем, я уже сказал, над законом о торговле. Надо еще проработать и совместить те планы, которые сегодня работает правительство по 713-му поставлению. Это по регулированию цен. И в нас одновременно уже находится закон о торговле. Вот нам надо имплементировать те новшества, которые сегодня уже начали действовать по 713-му поставлению, внести в этот закон. Чтобы, ну, постановление это одно, а закон это другое. Как сказал государство, нам всем надо учиться жить по законам. Вот, поэтому работаем, все продолжается. Есть предложения в планах посмотреть и социальные вопросы, отдельное направление. Это и по работе с ветеранами, по той социальной помощи, которую сегодня государство оказывает социально незащищенным нашим слоям населения. Здесь ряд законопроектов в экономической сфере, потому что жизнь продолжается и постоянно нам надо совершенствовать, шлифовать именно инвестиционную деятельность. Поэтому закон об инвестициях у нас мы отдельное уже положение приняли, но, тем не менее, это постоянно находится в палате представителей. Ну, и ряд других законов, они практически касаются всех сфер деятельности. И сегодня нельзя выделить какую-то главную или не главную. Все они главные, и будем работать. Вот если взять работу нашей комиссии по аграрной политике, за все это время, ну, сугубо нашу комиссию, более 20 законопроектов мы работали депутатами. Ну, самое главное, это, конечно, кодекс о земле, закон о мелиорации, которые также были приняты в конце 23-го года, и также закон о ветеринарной деятельности, также дважды. То есть вот это желание, а главное требование времени, надо менять законодательную базу для того, чтобы быстрее и лучше развивать производство. Вот это требование времени и необходимость идти в ногу со временем, ну, просто не дает расслабиться. Один из самых актуальных вопросов на данный момент – это бюджет на 2024 год. Расскажите, каким он будет? Бюджет был принят в конце прошлого года, 23-го. Ну, если в целом сказать, то бюджет остается социально ориентированным. И если взять вот республиканский бюджет, если мне память не изменяет, там цифры 39,9 миллиардов рублей. Это по доходам и по расходам 44,7 миллиарда рублей. То есть есть небольшой дефицит, но опять же этот дефицит, он плановый, и имеются источники его покрытия. Часть идет в остатке 2023 года, которые остались, так сказать, не израсходованы. Часть там инвестиции, внешнее заимствование. То есть вот эти вот четыре там с небольшим миллиардом, они просчитаны. Поэтому, но, как республиканский, вот из этих 40 миллиардов рублей, более половины – это социальная сфера. И даже взять по нашей Витебской области, я принимал участие в сессии областного совета депутатов, где утверждался бюджет на 2024 год Витебской области. Там тоже цифры серьезные, солидные. Если вот прошедший год, 2023, по исполнению был в пределах 4,2 миллиарда рублей, то уже 2024 год 4,5 миллиарда рублей Витебская область – это консолидированный, то есть общий бюджет Витебской области. Так вот, из этих 4,5 миллиарда рублей 64 – это социальная сфера. То есть бюджет социально ориентированный, где предусмотрено, конечно, повышение и заработной платы. В первую очередь бюджет – это бюджетники. Ну и, безусловно, если бюджет поднимается, то и хозрасчетные предприятия будут подтягиваться в этом вопросе, не отставать. Там и вопросы оказания помощи в строительстве жилья многодетным семьям, другим детям-сиротам и так далее. Всем, кто сегодня подходит по 13-му указу и по 240-му указу главы государства под оказание материальной помощи. Это и вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, и капитальный ремонт. Очень серьезно в 2024 году подошли, я считаю, и Минфин, и местные органы власти к тому, чтобы изыскать возможности и направить средства на ремонт дорог, как республиканских, так и местных. Серьезная сумма выделяется. Есть обновление транспорта для скорых помощи, для поликлиник, приобретение школьных автобусов, заложено в бюджете, в частности, в Витебской области. Там же предусмотрен и городской пассажирский транспорт в памяти 35 автобусов на Витебскую область. В прошлом году 27 получили. То есть, ну, бюджет, он такой социально ориентированный. Он был и он остается, только, наверное, усиливается. Просчитаны все направления экономики, социальной сферы. И я уверен, что вот этот бюджет, он такой, ну, от жизни, что ли, можно сказать. Поэтому с полной уверенностью сказать, что 2024 год, он обеспечен сегодня финансами. Государство постаралось, и чиновники готовили неплохой бюджет. К слову, 2024 год для Беларуси знаковый. Ведь в этом году наша страна отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вот что в планах, что уже сделано, что еще предстоит? Мы в декабре 2023 года отпраздновали 80-летие освобождения нашего города, городка и нашего района от немецко-фашистских захватчиков. Мы подошли очень ответственно к подготовке этого мероприятия. У нас была целая череда фестивалей, конкурсов. У нас нашими учителями, отделом образования было внесено предложение провести целый цикл мероприятий. Мы их назвали «80 свечей памяти». И это было поддержано всеми учреждениями. У нас буквально за 80 дней до нашего освобождения, до 24 декабря, проходили мероприятия. Открывались музейные комнаты, это были фестивали песен, это были встречи со свидетелями тех страшных событий, это были поздравления. То есть абсолютно разные. И, конечно, в этом году мы продолжаем работу и по увековечению памяти. У нас на территории района в прошлом году проходила поисковая работа и было найдено 58 останков воинов Красной Армии. Мы проводили торжественное перезахоронение и родственникам отдавали. В Российскую Федерацию приезжали родственники за останками найденных своих погибших родственников. 71 тысяча рублей в прошлом году у нас было направлено на ремонт и реконструкцию памятников. Конечно, в этом году мы эту работу продолжим. В конце 2023 года, в рамках празднования 80-летия освобождения городка, у нас был заложен камень в честь будущей часовни на нашей площади, центральной площади в городке. Ну и, конечно, мы отметим с большой ответственностью и размахом 80-летие освобождения нашей республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И к этому мы уже готовимся. Некоторые белорусские населенные пункты уже отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Городок в их числе. Наша съемочная группа работала на мероприятии. Давайте посмотрим, как это было. Имя знаменитого полководца, маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна с городком связано неразрывно. Именно под его руководством была организована операция, в ходе которой освободили более 1200 населенных пунктов Витебской области, в том числе городокский район. Сегодня здесь чтят память героя. Именем маршала назвали одну из центральных улиц райцентра, на которой установлен памятник Баграмяну. Сегодня местные жители, представители власти и почетные гости возложили к нему цветы. И после своего назначения командующим Первым Дублемалдийским фронтом, это была первая крупная операция именно на Белорусской земле. И затем он принимал активное участие в операции Багратион, за что он получил первую звезду Героя Советского Союза. И любил вашу республику, очень часто приезжал. По разным оценкам от 55 до 60 тысяч армян участвовало в боях за Беларусь. Из них примерно не менее 10 тысяч навечно остались в этой земле. Мы благодарны белорусскому народу и руководству, и особенно руководству народу Витебщины и городка за то, что так свято ценят, сохраняют память. Всего за время войны на территории городокского района погибли более 25 тысяч бойцов Красной Армии. День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков всегда особая дата и особенный праздник для местных жителей. Поэтому, несмотря на дождь и холодную погоду, на митинг, который организовали на Центральной площади, собрался весь город. Важно, что здесь внуки, правнуки, начиная от маршала и заканчивая обычными рядовыми бойцами на праздники. И это как бы такая эстафета памяти, которая передается сквозь поколения и будет передаваться дальше, чтобы, не дай бог, такого больше не повторилось. В честь 80-й годовщины освобождения городокского района на Центральной площади установили электронный информационный ресурс под названием «Автоматизированная база данных. Книга память. Городокский район». Он содержит сведения о погибших на территории района в годы оккупации и героях войны с описанием их подвигов. Основная цель проекта – дать возможность всем желающим найти информацию о своих родных и близких, определить место их захоронения, ознакомиться с информацией о знаменитых уроженцах городокского края. Еще одна важная функция депутатов – это работа с избирателями. Как она организована в ваших округах? – Работа с избирателями. У нас, наверное, каждый депутат в своем округе, исходя из специфики, исходя из каких-то особенностей, организовывает работу. Конечно, это, в первую очередь, приемы граждан по личным вопросам. Это прямые телефонные линии. Это встречи в трудовых коллективах. Это абсолютно разные формы взаимодействия. Ведь роль депутата, палаты представителей, да и не только любого депутата – это не только работа над законодательными, законодательная работа. Это, в первую очередь, такая возможность связи избирателей с властью. То есть возможность, еще одна возможность, где-то гражданину, избирателю достучаться, чтобы решить свои какие-то проблемы, какие-то вопросы. Если говорить за свой период деятельности депутатом палаты представителей, абсолютно разное. Там больше двухсот поступило обращений в письменной форме. Про устные тут на сотни. На сотни идет счет и на устные обращения. И коллективное обращение было. И если взять в целом встречи в трудовых коллективах, это тоже больше трехсот встреч. И прямые телефонные линии. Это работа в участии, принятие в участии в работе заседаний, сессий как районного совета депутатов, так и областного совета депутатов. Участие в работе в заседаниях районных исполнительных комитетов. Поэтому, ну вот это такое связующее звено, ну которое сегодня позволяет во многом очень помочь людям. Где-то по некоторым вопросам, просто когда люди приходили на обращение, просто разъяснение. Некоторые, а не надо просто с вами поговорить и пообщаться. Где-то, скажем, функция психолога, роль психолога тоже немаловажна. Когда вроде кажется, человек приходит к тебе с негативом, а уходит с улыбкой, уходит со словами благодарности. Ну это вдохновляет, это, ну и такая форма работы. Иногда просто даже вот бывает, действительно, когда проводишь приемы граждан, люди приходят и, наверное, даже не в помощи дело. И где-то мы, может, им и не помогаем, но мы им просто разъясняем, как поступить в той или иной ситуации. И действительно, люди уже с воодушевлением, с принятым решением уходят. Это приятно, и когда видишь вот в глазах вот эту действительно доброту и сердечное такое, какой-то появляется контакт. Ну, добавлю только Ирину Михайловну, у нас, если брать по работе в парламенте, то вот одна неделя у нас это по плану, по графику, работа в округах. Вот три недели мы работаем в Минске над законопроектами. Ну, Ирину Михайловну, что, другой брать. Это взять, если месяц, календарный взять. Да, если так брать. Вот, поэтому действительно встречи, обязательно приемы или прямые линии с людьми. Конечно, не всегда удается помочь. Где-то идет, ну, понятно, что в нарушение закона сложно оказать какую-то помощь. Но в то же время разъяснение идет. И в большинстве случаев где-то мы стараемся достучаться. Хотя бывают, конечно, и различные ситуации, и люди уходят, ну, как бы, вот, они, 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 они как бы понимали, что вот, или хотели бы, чтобы решился их вопрос. Но, к сожалению, по законодательству, ну, вот, мы просто не можем решить, потому что это будет действительно нарушение. Но, как правило, вот, когда о беседе, мы где-то стараемся объяснить людям, что этого сделать нельзя, потому что так и так. Или же, если это требует каких-то вопросов финансовых, отдельные вопросы у нас находятся на контроле. И то, что мы не смогли решить в 23-м году, мы уже вместе с местными органами власти планируем решение их в 24-м году будем решать. То есть, ну, процесс такой. Есть моменты, которые здесь сейчас решаются. Где-то надо просто, ну, помочь человеку разобраться в каком-то вопросе. А есть где-то надо просто позвонить какому-то руководителю местных органов власти, вот, разъяснить ему же, что, ну, извините, вы не правы. Вот человек к вам обращался, а вы его, так сказать, незаконно обидели и отказали, или же не дали ответа. Ну, как правило, многое получается. И вот когда получаешь, когда удается решить эти вопросы, то это где-то вот действительно чувствуешь удовлетворение от своей работы и понимаешь, что, ну, не зря ты сегодня проедаешь этот хлеб. В завершении, давайте тезисно, на ваш взгляд, какова роль народного избранника сегодня? Первое, наверное, я это понимаю, главное, вот, идти от жизни, не отрываться от людей. И все то, что вот применимо к жизни, притворять в законопроекты. Чтобы ведь законопроекты, я уже говорил, пишут люди, они, к сожалению, все мы имеем право на ошибку. Но надо сделать минимальное, чтобы эта ошибка была в законопроекте. И сегодня важно, именно, как мы говорили уже в течение нашей сегодняшней беседы, вот, встречаться с людьми, знать чаяния своих избирателей. И чтобы вот то, что говорят люди, потом мы могли это донести до своих коллег, чтобы в авальном зале мы принимали единственно правильный закон и единственно правильное решение. И быть достойным представителем своих избирателей именно в нашем национальном собрании. Кто будет представлять интересы белорусов в ближайшие пять лет, мы узнаем совсем скоро, 25 февраля 2024 года. В первый единый день голосования белорусам предстоит выбрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 14 из них от Витебской области. Мы благодарим наших действующих депутатов за интересную дискуссию. Это было информационно-аналитическое ток-шоу «Витебское время». Увидимся с вами ровно через неделю в эфире телеканала «Беларусь-4 Витебск». Редактор субтитров А.Семкин